На встрече ректоры всех основных вузов области на повестке обсуждение послания президента России Владимира Путина к федеральному собранию. В послании Владимир Путин особое внимание уделил теме российских вузов и развития науки. Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область была и остается одним из ведущих российских промышленных и научных центров. Нужно, чтобы так и было впредь, заключил губернатор. Владимир Путин также поставил задачу создания научно-образовательных центров мирового уровня. Нижегородской области удалось получить статус одного из пяти пилотных регионов, где в рамках нацпроекта «Наука» создан научно-образовательный центр. Уже в прошлом году регион смог реализовать ряд масштабных проектов и получить неплохие результаты, отметил Глеб Никитин. Хотя у нас очень много сейчас проектов в НОЦ и много задач, которые мы решаем, но в качестве одного из важных и приоритетных событий хотелось бы отметить открытие в Нижегородском госуниверситете математического отделения с Российским федеральным ядерным центром для проведения научно-исследовательских работ, направленных на расширение функциональных возможностей пакета программ «Логос». Также открыт Центр развития компетенции руководителей научных проектов и лабораторий. Это ровно то, что нужно в рамках формирования НОЦа и в части демонстрации кооперации, коллаборации между наукой, вузами и промышленностью. К слову, направления деятельности Нижегородского НОЦа практически полностью совпадают с основными направлениями развития науки, обозначенными президентом. НОЦ – одно из направлений, это как раз обеспечение экологической безопасности и ликвидации накопленного экологического ущерба. И вот в рамках этого направления хотелось бы отметить то, что несколько вузов, в частности три вуза, заявили свои проекты, которые в рамках последней второй стратегической сессии были отобраны в числе 40 для предоставления губернатору и его последующего доклада на Совете научно-образовательных центров. Это яркий пример того, что объединяя усилия вузы, могут решать действительно глобальные задачи. Президент отметил необходимость ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в приоритетном порядке именно в региональных. Кроме того, Владимир Путин предложил изменить порядок приема вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело сделает целевыми 70% бюджетных мест, по специальности педиатрия – 75%. Регионы при этом должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам. Нижегородская область успешно решает эти вопросы. Сейчас и в рамках послания, и теми шагами, которые реализуются в Нижегородской области, принято решение по обеспечению врачей, медицинских работников жильем. Здесь очень важно еще тоже отметить. Оказывается, когда врач получает жилье в виде квартиры, он по истечению контракта, если это в рамках целевой программы, он зачастую эту квартиру продает. А если он получает дом или земельный участок, он остается жить на этой земле. Он там укрепляется, там же живет и семья. Поэтому такие нюансы, их надо видеть и предоставлять именно то, что действительно для нас, для людей комфортно. Также на встрече обсудили создание единого межвузовского кампуса. Это позволило бы студентам из районов региона и иностранным студентам полноценно проходить обучение. Глеб Никитин поручил учесть все пожелания при планировании межвузовского кампуса в Нижнем Новгороде. Коснулись и вопросов предоставления жилья для молодых ученых. И даже если молодой человек звездный захочет уехать за границу, мы ему поможем. Найдем правильный вуз, правильную научную команду, куда бы он съездил. И в принципе привез технологии, привез коллаборации и даже наладил дорожку с тем, чтобы наши аспиранты потом ездили туда. То есть мы не смотрим на это, как что все, безвозвратная потеря. Мы считаем, что он должен вернуться. Механизм для того, чтобы вернулся, тоже есть. Это и интересные научные проекты, и возможность программ сейчас, которые выигрывают сами студенты. И мы очень надеемся все-таки создать особую программу жилья для вот этой активной научной молодежи. На встрече были озвучены предложения о формировании единого реестра высокотехнологичного научного оборудования, которым обладают вузы. Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что послание президента придаст новый стимул работе над сферой образования. Для успеха у региона есть все необходимое. Екатерина Васильева, Дмитрий Засухин. Время новостей.